Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, вы на моем канале Сладкий Персик, и сегодня мы расскажем про зимние находки на маркетплейсах. Что такое зимние находки? Ну, это товары, которые активно используются зимой, они зимой актуальны, и весной, в принципе, тоже пригодятся, потому что весна у нас наступает, наверное, в конце апреля, поэтому обязательно смотрите видео, и когда вы увидите, про какие товары я говорю, вы поймете, почему я назвала их зимние. И первый товар, наверное, самый полезный в нашу зиму, когда то холодно, то жарко, то мокро, и весной, и, в принципе, осенью и летом тоже пойдет, это сушилки для обуви. У нас их две, они разные, муж мой покупал их, потому что мы катаемся на сноубордах, и используем в основном, чтобы сушить горнолыжные ботинки, сноубордические точнее, но для любой другой обуви они тоже подойдут, например, вы ходили летом по лужам, кроссовки промокли, особенно тканевые, вставили сушилки, вообще супер. Две разных, одна у нас классическая такая, которая нагревается, вот она на фото, и вторая ультрафиолетовая. Ультрафиолетовая чуть-чуть нагревается, сушит ультрафиолетом и еще обеззараживает, то есть убивает бактерии. Кстати, муж у меня баскетболист, кто давно на нас подписан, знает об этом, и он использует эти сушилки каждый раз после тренировки. И из-за того, что обувь быстро сохнет, бактерии там не размножаются, кроссовки спортивные не пахнут, у них запаха неприятного нет вообще. Ммм, ну нет. Поэтому, если вы спортом занимаетесь, или у вас ноги потеют, ну как бы, куда деваться, это физиология, обязательно посмотрите в сторону этих сушилок. Второй товар сегодняшней подборки, он точно зимний, это кормушка для птиц. Вообще, она у нас была на присосках, но муж сказал, что присоски это вообще плохая идея, потому что вдруг какая-нибудь жирная синичка прилетит, кормушка не выдержит и упадет на пол, разобьется, поэтому он ее перевинтил шурупами, ну там металлическая такая штука есть, не знаю, как она правильно называется. Как она правильно называется? Карниз, короче, пусть будет карниз. На самом деле, к раме. Комментарии с той стороны пришли, что прикрутили к раме, вот. Но я видела у многих, что кормушки висят на присосках, там нужно определенным образом обезжирить и присоски, и окно, и вешать при определенной температуре, поэтому, ну, мне кажется, что этот способ не сильно надежный, кормушка все-таки стоит не 300 рублей, у нас она такая достаточно большая, туда вмещается очень много воробьев, ну, по этой картинке понятно, просто целая, не знаю, семья, клан целый воробьиный. Еще и хватает места синичком, поэтому, наверное, лучше прикрутить на саморезы. Вообще, кормушка классная, в нее почти не задувается снег, не попадает дождь, корм остается сухим. Ну, понятно, что если ветер очень сильный, то немножечко наметет, но не так, как, допустим, если вы сделаете кормушку из бутылки. Еще птичкам очень нравится, они любят там сидеть, она такая закрытая, получается, с боков, сверху у нее есть крыша, наверное, птичкам там не дует, потому что они прилетают, и некоторые даже, даже синички, которые обычно берут семечко, улетают потом на ветку, частенько едят прямо в кормушке, наверное, им там тепло. В общем, кормушка клевая, если вы заботитесь тоже о птичках, делаете кормушки своими руками, лучше, мне кажется, все-таки посмотреть в сторону такой кормушки, потому что она, правда, очень удобная. И что важно, ну, не для птичек, а для нас, и для ваших кошек, например, или собачек, кормушка прозрачная, вы вешаете ее на окно, и вы можете смотреть, наблюдаете за птичками, и ваши кошки тоже могут наблюдать за птичками. Наши прям это любят, ну, в этом году уже не так сильно, как в том году, когда мы ее только повесили, но так время от времени все равно заходят и смотрят. И третий товар – это машинка от катышков, или, как мы и раньше говорили, от шарошек, или шарушек. Я почему-то говорила шарушек, ну, не знаю. В общем, эта штука классно обновляет вещи. У меня, например, есть подруга, которая сказала, у меня этот джемпер скатался, наверное, его пора там оставить для того, чтобы ходить дома. Я говорю, блин, ну, купи машинку. Не обязательно эту, не обязательно, как у меня. Их, на самом деле, очень много, но я пользуюсь конкретно этой, она у нас уже два года. Она не оставляет зацепок, работает на аккумуляторе, то есть заряжается, не нужно там менять батарейки, воткнул в розетку, полчаса полежала, и все как бы нормально. У нее достаточно большой вместительный контейнер, и она очень хорошо удаляет катышки. Мне кажется, для зимы, для весны, и, в принципе, для теплых и всяких там трикотажных вещей, вещь просто незаменимая. Четвертый товар, который очень нужен, мне кажется, в любой вообще российской квартире зимой, это увлажнитель. У нас вот такой вот Xiaomi. В принципе, вам не обязательно брать именно Xiaomi. Вообще, в принципе, просто купите себе любой увлажнитель, потому что он на самом деле необходим, во-первых, для вашего здоровья, во-вторых, для здоровья ваших домашних питомцев, если они у вас есть, и, в-третьих, в принципе, для техники, для музыкальных инструментов и вообще для всего, что находится в доме. Короче, увлажнитель – вещь для зимы, когда у нас сезон отопления, просто незаменимая. Увлажнитель, который сейчас у нас, это наш второй увлажнитель. Первый мы покупали по фишкам вообще в супермаркете, даже не помню, как он назывался. Это Xiaomi, и он нам нравится больше, чем первый, потому что у него есть свое приложение, он коннектится с умным домом, у него очень удобный и большой вместительный бачок, в который можно наливать воду, то есть его не нужно переворачивать, как многие другие увлажнители, просто крышка снимается и наливается вода. В общем, плюсов очень много. Единственный минус – это то, что он ультразвуковой, и на черной технике, на черной мебели остается белый налет, который, в принципе, визуально похож на пыль, но это не пыль. Если вам интересно, обзор на этот увлажнитель мы тоже можем снять вам отдельно. Пятый товар в нашей подборке, он не такой уж необходимый, точнее, он, в принципе, не нужен, только если для красоты и для атмосферы, для уюта. Это биокамин. Он у нас появился в том году. Честно сказать, мы пользуемся им крайне редко. Если в том году мы как-то его периодически зажигали, сидели, смотрели, это очень уютно, прям здорово, то в этом году мы все собираемся, но никак у нас руки до него не дошли. Но вещь прикольная. Если вы прям мечтаете о камине, или у вас большой дом, компании там собираются, вы хотите сидеть там за костром, то вариант классный. Стоит он недорого, топится биотопливом специальным, всего нужно отдельно покупать периодически. Расход достаточно большой, но эффект классный. То есть у вас дома прям настоящий огонь. И последний товар в нашей подборке. Он пригодится не всем, только тем, кто катается на сноубордах. Если катаетесь, обязательно посмотрите, потому что наверняка у вас тоже есть вопросы, как эти сноуборды хранить. Зимой или не сезон, но зимой особенно, потому что ты часто им пользуешься. Мы купили вот такие вот крепления. Они крепятся к стене. Муж выбирал, выбирал. Очень долго мы посмотрели вообще 500 разных креплений. и деревянные, металлические, и какие-то прикольные такой формы интересные, которые классно бы смотрелись в интерьере. Но в итоге выбрали фанерные, потому что они такие лаконичные, везде подходят и не царапают сноуборды. Потому что с металлом все-таки нужно быть аккуратнее. Правильно? Говорю. На наших креплениях можно хранить до трех сноубордов. Мы храним два. И сверху кладем еще чехлы. Поэтому если вы катаетесь, вот вам артикул. Проща, проща. Ничего не обещай. Купят. Ну что, друзья, у нас получилась вот такая подборка. Это второй выпуск рубрики находки с маркетплейсов. Поэтому, если вам было полезно, обязательно поставьте лайк этому видео и напишите в комментариях что-нибудь, чтобы мы знали, что нам нужно дальше снимать такую рубрику. И пишите в комментариях свои какие-то зимние находки. Всем пока. Где-то красиво солнышко светит вообще. Как кот. Да. Ха-ха-ха.